Вы можете увидеть некоторые уведомления в правом нижнем углу. Вы можете просто нажать на отклонить и обновить. Итак, во-первых, то, что сразу же привлекает наше внимание, это средний экран прямо здесь. Это окно просмотра. Окно просмотра — это просто окно в мир, из которого мы можем создавать наши миры и манипулировать объектами. Так что не переживайте, вскоре мы рассмотрим, что делает окно просмотра, как управлять объектами и изменять их. Прямо над окном просмотра у нас есть панель инструментов. Таким образом, панель инструментов представляет собой набор полезных инструментов и опций. Так, например, мы можем выбирать разные режимы, сейчас мы в полицейском режиме. Если вы собираетесь, скажем, создать ландшафт, то можно было бы выбрать ландшафтный режим. И теперь мы в ландшафтном режиме. Мы рассмотрим пейзажи позже. Итак, давайте просто вернемся к режиму выбора. И почти всегда здесь, в крайнем левом углу, у нас есть опция создания. Так что, если я выберу вариант создания, у нас появится выпадающий список актеров, которых мы можем перетащить в наш мир. Так, например, скажем, если я хочу поставить куб здесь, я перехожу к формам. У меня есть куб. И мне нужно просто щелкнуть левой кнопкой мыши и, удерживая левую кнопку мыши, перетащить его в свой мир. Теперь я тащу эту коробку. Я мог бы и просто оставить все как есть. Я нажму клавишу удаления, потому что это был просто пример. И вот здесь, вверху, у нас есть планировщик мира. По сути, планировщик мира представляет собой набор всех объектов, из которых состоит мир. Итак, это список всех наших объектов. И мы можем, даже если я сдвину это вниз вот так, мы могли бы даже организовать наши объекты в разной папке. И, конечно же, вы видите, что у нас есть значок, на котором мы выделяем объект, если собираем это. Итак, давайте спустимся сюда, к стулу. Мы можем скрывать объекты и скрывать этот стул. Мы также можем выбирать объекты точно так же. Итак, скажем, если мы действительно далеко и хотим выбрать конкретный объект, но этот объект, на наш взгляд, нужно выбрать, мы могли бы подойти сюда и, скажем, хотим выбрать статую. Я мог просто нажать на статую. Так что это тоже полезно. Очень быстро, чтобы создать папку, все, что вам нужно сделать, это щелкнуть правой кнопкой мыши и перейти к созданию папки. Вы можете назвать эту папку как угодно. Я просто назову это своей папкой. И затем мы можем выбрать несколько объектов, удерживая клавишу Shift, как это или другое изменение. Давайте выберем оба этих стула. А потом я могу перетащить его в свою папку. Так что это отличный способ просто организовать вашу сцену. Теперь я собираюсь поднять свое окно прямо здесь и прямо под миром. Outliner — это детали, панель. Итак, всякий раз, когда мы нажимаем на объекты в мире, скажем, на эту таблицу прямо здесь, мы получаем доступ ко всем различным свойствам, из которых состоит этот объект. Например, я собираюсь подойти к этому стулу, и, допустим, я хочу, чтобы этот стул был в два раза выше, чем он уже есть. Что ж, я могу просто щелкнуть по этому стулу, прокрутить вверх, и в пределах масштаба я собираюсь отодвинуть его, чтобы вы могли прочитать это под масштабом преобразования. Мы можем увеличить ось Z, так что размер Z — это от одного до двух. Так что теперь он в два раза выше его. Я собираюсь нажать кнопку Z, потому что теперь этот стул выглядит глупо. Итак, вам сейчас может быть интересно, где хранится этот стул, где хранится статуя и весь этот уровень, где весь наш мир хранится целиком. Ну, все в Unreal Engine хранится в браузере контента. Как открыть браузер контента? Вы можете спуститься сюда, нажмите на эту кнопку, и тогда вы откройте его. Вы также можете зажать Ctrl и пробел, так что это Ctrl и пробел одновременно, чтобы открыть браузер контента. Таким образом, здесь вы сможете видеть весь контент, все активы, составляющие ваш проект. Так же, как и в операционной системе вашего компьютера, и у вас есть папки, а в этих папках могут быть другие папки, и, наконец, в этих папках у вас действительно есть активы, у вас есть файлы. То же самое и с данными в Unreal Engine. Таким образом, вы можете иметь отдельные папки с подпапками, и в этих папках вы на самом деле получаете ассеты Unreal Engine, такие как объекты, материалы и уровни. Итак, если мы вернемся к моему контент-браузеру, мы увидим, что у меня есть папка под названием Starter Content. Если я дважды щелкну по этой папке, мы получим кучу других папок, и, наконец, я думаю, я зайду в папку с надписью Props. Я вхожу в нее, и мы видим, что у нас есть куча объектов. Теперь я могу просто выйти из этого места, нажать Ctrl и пробел, чтобы вернуть мой контент-браузер, и просто перетащить свой объект вот так, и я могу поместить его в свой мир. Нажму Delete, чтобы удалить этот объект. Вернемся в мой контент-браузер, нажав Ctrl и пробел. И я даже могу дважды щелкнуть по этому объекту, чтобы его можно было отредактировать. Не волнуйтесь, мы рассмотрим, что это за окно, чуть позже, но просто знайте, что это редактор объектов. Это статистические метаданные. Итак, я нажму на этот X прямо здесь, и мы закроем это окно. Теперь еще раз нажму Ctrl и пробел. Мы также можем перемещаться прямо здесь. Итак, скажем, если я хочу перейти вверх и в папку, я могу перейти сюда к содержимому, чтобы щелкнуть здесь. Или я также могу перемещаться, используя эту левую панель прямо здесь. И на случай, если вы забыли добавить стартовый контент, не волнуйтесь, вы всегда можете добавить начальный контент постфактум, перейдя к добавлению функции или пакета контента, пройдя весь путь до пакета контента, а затем щелкнув помеченный контент и добавив в проект. Так что, если вы забыли добавить начальный контент при создании своего проекта, не волнуйтесь, вы можете добавить его прямо здесь. Теперь давайте рассмотрим, как мы можем очень быстро организовать наш пользовательский интерфейс. Так скажем, вы устали постоянно нажимать Ctrl и пробел, чтобы открыть контент-браузер. Но нет проблем, вы можете перейти сюда с правой стороны, и мы можем нажать на Dog и Layouts. Так что, теперь этот браузер контента всегда будет здесь, внутри нашей сцены. Теперь вы заметите, что эта вкладка занимает много места. Таким образом, для всех этих вкладок, вы всегда можете щелкнуть правой кнопкой мыши на вкладку, а затем ее свернуть. Так что, это просто скроет ее прямо здесь. Если вы хотите вернуть свою вкладку после ее скрытия, вы можете щелкнуть этот синий треугольник в верхнем левом углу, и это вернет этот браузер контента, что действительно забавно. И что вы можете сделать? Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на любой вкладке, а затем перейти на боковую панель. Так что, я просто перенесу наш браузер контента в сторону. Вот если я нажму прямо там, то получим вертикальный браузер контента. Мы можем сделать то же самое прямо здесь. Так что, я могу щелкнуть правой кнопкой мыши. Давайте перейдем к боковой панели, и перейдем к боковой панели. Итак, теперь у нас совершенно чистая сцена, абсолютно чистый пользовательский интерфейс. И если мне действительно нужно, скажем, отредактировать мою статую, я могу нажать на свою статую, а затем щелкнуть на панели сведений. И тогда я получу мои свойства статуи. Итак, допустим, вы отредактировали наш интерфейс до точки невозврата, и вам он не нравится. Вы хотите вернуть пользовательский интерфейс по умолчанию, но нет проблем. Мы могли бы нажать на Windows и спуститься сюда. Выберите Load Layout, а затем щелкните на Default Editor Layout. После перезапуска Unreal Engine вы получите пользовательский интерфейс по умолчанию. Итак, что я собираюсь сделать? Так это нажать кнопку управления в пространстве, и я собираюсь закрепить этот пользовательский интерфейс просто вот так, потому что я хочу пройтись по настройкам. Итак, скажем, если вам трудно видеть свои активы, вам трудно видеть свои папки, не волнуйтесь, мы можем нажать на Settings и изменить размер папок. Так что прямо здесь, прямо сейчас, это средний размер. Мы можем сделать их большего размера, или мы можем сделать их очень маленькими. И это действительно крошечный размер. Так что пока остановлюсь на среднем уровне. Кроме того, мы можем перемещать все эти окна. И так скажем, если я хочу, чтобы планировщик мира был здесь, я мог бы просто переместить его вот так. Итак, теперь у нас есть и то, и другое. И вы можете вызвать новые окна, потому что по умолчанию Unreal Engine 5 не показывает все доступные окна. Таким образом, мы могли бы нажать на Window и добавить новое окно. Скажем, если мы хотим добавить панель актеров, я мог бы просто щелкнуть вот так. И теперь мы получаем панель актеров прямо здесь. Так что я могу перетаскивать его, скажем, на самом деле мы можем перетаскивать его. Я могу привязать его к разным местам. Или я могу привязать его к другой вкладке. Точно так же, где мы можем перемещаться между ними вот так. Итак, я думаю, что я перенесу панель сведений сюда. И теперь эта панель снова находится чуть ниже. А затем панель с актерами мы можем разместить прямо здесь. Так на самом деле выглядел мой первоначальный пользовательский интерфейс до перехода на Unreal Engine 5. Субтитры создавал DimaTorzok